Чтобы научиться стильно одеваться, нужно понимание того, что стильно, а что нет. Конечно, кто-то может сказать, что стиль — это слишком субъективно и будет прав. Ведь все зависит от контекста. Если вы британская шпана и только что записали хит про Dodger Cat, то такой аутфит будет просто Но в каком-нибудь приличном месте такой стиль сочтут колхозным и всратым, таким же, как этот мусорный пакет на башке. Как видите, в рамках определенного контекста легко сказать, что хорошо, а что плохо. И контекст этого видео подразумевает, что вы приличные люди и хотите хорошо выглядеть, посещая приличные места. Тогда это видео и мой канал в целом будут вам полезны. И вот сейчас уже можно поставить лайк и даже подписаться. Как же определить, стильно ли одет тот или иной человек? Например, Дженнифер Лоуренс просто пошла выгуливать своих собак и внезапно стала королевой мира моды с этим слоеным аутфитом. Или вот, профильные издания реально рассматривают аутфиты Джона Хилла как эталон стиля. И непосвященный человек посмотрит и спросит, а что такого стильного в этих образах? Очень обыденно и блекло. То ли дело рогов, вот это стильно, ярко, дорого. Но стиль это не про клоунские наряды и не про эпатаж. И тем более не про дорогие бренды с огромными лого. Быть стильным означает хорошо выглядеть в своих вещах. Быть уверенным в себе, потому что вы знаете, что выглядите хорошо. Без вас самих ваши вещи вообще никакого смысла не имеют. А вот когда вы их надели и вы в них круто выглядите и знаете об этом, вот это настоящий стиль. Я выделил три основных правила, которые позволят вам в целом выглядеть хорошо. Правила основные. Детального разбора, как подобрать носки к трусам тут нет. Но если вы выразите свой интерес в виде трех тысяч лайков, то будет видео про носки, рубашки и даже штаны. А видео про кроссовки уже есть, можете потом пойти посмотреть вот этот плейлист. Вот этот. Итак, правило номер один. Будьте аккуратны с трендами. Как я уже говорил в одном из видео, мы живем в такой отрезок времени, когда ты можешь быть кем угодно. Хоть вайд-окей, хоть скейтером, хоть эмо. В ситуации, когда актуальны вообще все стили и их вариации, самое отстойное это одеваться по тренду, который сейчас в мейнстриме. Давайте откинем тот момент, что одеваться как все это плохо. Кто так решил? Нет такого закона. Быть как все не всегда плохо и часто очень даже объяснимо. Например, все школьники всегда одеваются одинаково. Для школьников это просто способ социализации, ведь если ты будешь отличаться, то рискуешь стать избоем. По этой причине люди в целом не особо любят экспериментировать с одеждой, проще влиться в актуальный сейчас тренд. Главная проблема тренда в том, что они уходят. И порой уходят быстро и надолго, если не навсегда. И ваш трендовый гардероб может полностью потерять актуальность. Когда я был школьником, то у меня был неплохой рэперский набор. Штаны Рока В, куртка G-Unit, худи Эко Unlimited. Тогда так было модно, а сейчас это даже стыдно вспоминать. Да, мода циклична и, например, стиль Вайту К вернулся. Но вот тренд девочек-пидовочек или глянцевого R&B вряд ли совершит камбэк. Самый яркий пример ушедшего тренда это Yeezy. Несколько лет подряд Yeezy были самой хайповой обувью, которая была на ногах у всех селебов, которые даже не шарят за конья, а просто потому что хайп. А сейчас Yeezy – это напоминание о далеком прошлом. Это очень показательный пример, потому что, во-первых, большая часть этой обуви не жизнеспособна без поддержки Кани Веста. Весь этот стиль живет в контексте его творчества, и когда Кани переходит в новую фазу, прошлое сразу теряет актуальность. Поэтому я рекомендую отдавать предпочтение классической одежде. Силуэтам, которые никогда не выйдут из моды. Давайте вернемся к Дженнифер Лоуренс. Устареет ли этот аутфит? Нет. Можем ли мы сказать, какой это год? Ну, примерно. Учитывая широкие брюки и оверсайз плащ, можно предположить, что это было недавно. Но это как раз аккуратное использование трендов. Душновато немного, да? Давайте проведем тест по пройденному материалу. Что из этого уместно использованию трендов, а что клоунский хайп-тренд? Пара-па-па-па-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Второе правило. Нигде и никогда не покупайте паль или реплики. Ох, сколько же магазинов всякой пали пооткрывалось. С такими заманчивыми ценами. Это что, New Balance 530 за полторы тысячи? А это какая-то рарная расцветка Трэвиса всего за пять тысяч? Вау, офигеть, какой же это отстой. Выкиньте из головы мысль о том, что реплика может сравниться с оригиналом и добавить хоть какой-то плюсик вашему стилю. Если среди вас есть те, кто покупает паль, то пишите в комментариях, зачем и почему. Я сниму отдельное видео на эту тему, после которого вы больше не захотите покупать паль. А сейчас рассмотрим два аспекта. Во-первых, паль не скрыть. Паленая шмотка сразу дешевит ваш образ. До нуля. Во-вторых, финансовый аспект. Допустим, вы решились купить Nike Air Force One за 2500 рублей. А не настоящую, ну пусть за 15 тысяч. Через неделю паль будет выглядеть как говно, а через месяц эта обувь полностью развалится. Настоящие форсы, если вы умеренно аккуратный человек, можно носить три года спокойно. Три года — это 36 месяцев, то есть 2 400 в месяц, что дешевле пали. Да, наценка в наших магазинах сейчас большая, но она будет меньше, если заказывать одежду из-за рубежа. Конечно, в этом случае вам потребуется посредник, такой как Poison Hub, который только за последний год доставил более 3,5 тонн товаров с Poison. Рассчитать стоимость и оформить заказ можно через бота. Или же отправьте ссылку на интересующий товар менеджеру сервиса, если вы не доверяете бездушным машинам. Poison Hub заявляет одну из самых низких цен на доставку и самый низкий курс юаней на рынке. В описании я оставлю ссылку на отдельный канал с отзывами и на сам сервис Poison Hub, на который подписано уже 20 тысяч человек. Ну и на скачивание самого приложения Poison. Теперь тест. Что из этого вам следует купить? Правильный ответ? Ничего, потому что все это мерзкая паль. Еще 20 очков всем, кто правильно ответил. В третьем правиле я рекомендую избегать винтажные магазины. Винтажный магазин звучит красиво, но факт в том, что это просто секонд-хенд. И насколько бы красивую и даже брендовую вещь вы там не отыскали, выглядеть она будет как обноски с вероятностью в 99%. Я знаю, о чем говорю, потому что я и сам раньше на это велся. Приезжал за границу и сразу в винтажку. Там красивая инди-музыка, вещи такие с историей, которых у нас нет. Классно, но в итоге все равно это обноски. Потрепанные, застиранные и с определенным запахом. Даже новые брендовые вещи в каком-нибудь TJ Maxx выглядят и ощущаются как обноски, а опрятность и свежесть вашей одежды всегда перевесят любой логотип. К тому же логотипы на винтажных вещах тоже потрепанные. Тест. В какой из этих магазинов мы пойдем, если нужна приличная одежда? Тот, кто ответил ни в какой, вы совершенно правы, 20 очков ваши. Теперь вы можете все сложить и написать, сколько у вас получилось. Если меньше 100, то вам нужно подписаться на мой канал и включить все уведомления, ведь впереди у нас еще много интересных фэшн тем. Как вы могли заметить, я не касался выбора цветов, тканей и пропорций тела, потому что все эти аспекты слишком обширны и тянут на отдельные видео, которые я уже готовлю. Ну все, пока, мой милый друг.